И всем здарова, с вами Антромер, сегодня четверка, это значит, что в GTA Online уже началась или начнётся новая неделя бонусов и скидок, на которую мы с вами сегодня и посмотрим. И как это у нас обычно бывает, неделю слили заранее, и для вас я её показываю где-то за час-полтора до выхода в самой игре. Эта неделька у нас получилась жирной на контент, а вот на какой именно мы узнаем с вами дальше в видео. Ну а перед началом, как всегда, минутка спонсора. Любите играть в GTA, но вечно не хватает денег на новые тачки и недвижимость, тогда загляните в группу Кфасмилеру, это отличная группа с недорогой прокачкой. Гораздо легче заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролёт безвылазно фармить. Прокачка доступна как и для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей, будь то PlayStation 4, 5 и Xbox Series XS. В общем, ссылочку на группу я оставил в описании под этим видео. Ну и как обычно, начнём с халявы этой недели. На подиуме казино всю эту неделю будет стоять вопит-клюква в рождественской раскраске. И это у нас эксклюзивный транспорт с эксклюзивной новогодней раскраской. Да, её уже который раз раздают, но всё же на этой неделе я вам её крайне рекомендую забрать. Ведь машинка сама по себе хорошая и уникальная. Ну а те, кто смог её выбить, напишите примерный тайминг на колесо в комментариях. Так вы поможете другим людям получить эту машину. Не отходя от халявы, всю эту неделю на подиуме в автоклубе будет стоять D-класси Тахома Купе. И чтобы её получить, нужно занять топ-1 место в серии гонок автоклуба 3 дня подряд. Эта машина не эксклюзивна, её вы спокойно можете купить на сайте за полтора миллиона долларов игровой валюты. Сама по себе она годная, я вам рекомендую её забрать на этой неделе. Правда, чтобы её забрать, придётся немножечко попотеть. Не отходя от автоклуба, переходим к тестовой трассе. И на этой неделе тут будут стоять следующие тачки. Karin Kallika GTF, Fister Kamek S2 Cabrio и Fister Kamek Safari. Да, тут опять же нет эксклюзивного транспорта. Но всё же эти машинки сами по себе балдёжные. Я вам рекомендую сюда заглянуть и посмотреть на них. Может, что-нибудь вам окажется по душе. Далее переходим к автосалонам. И в автосалоне Симона на этой неделе будет стоять следующий транспорт. Бенефактор Стрейтер, Бравада Дорадо, Лампадати Пигейл, Оцелот Ардент и Вапит Риата. И чем же интересен ассортимент у Симона на этой неделе? Во-первых, у нас это новая машина Бравада Дорадо. А во-вторых, часть транспорта у Симона на этой неделе является эксклюзивной. То есть, по факту, в обычных реалиях ЖТА вы эти тачки купить не сможете. Так как их просто-напросто убрали из продажи на сайте. И по факту, они доступны только тут и только на этой неделе. Поэтому я вам крайне рекомендую заглянуть к Симону. Ну а в автосалоне Лакшери Автос на этой неделе будут стоять следующие две тачки. Это Олбани Ви Си Ти Эр и Галливантер Баллер СТ. Обе эти тачки доступны для покупки на сайте. Так что особого смысла заглядывать сюда на неделе я не вижу. Разве что просто посмотреть на эти машинки. Теперь мы с вами переходим к выплатам этой недели. И тут они достаточно интересные. Двойные выплаты ЖТА долларов и РП у нас действуют на дела из серии сообщества на рождественскую тематику. Двойные выплаты ЖТА долларов и РП у нас действуют на новые перестрелки снежками, новый режим антураж, праздничный ремикс и дрифтовые гонки. То есть, выплаты на этой неделе более такие человые. Также теперь стало известно, когда же нам разблокируют два последних ограбления из обновления The Chop Shop. Это у нас угон из казино и угон с подлодки. На этой неделе будет действовать следующий список ограблений. Угон из казино Diamond, угон сухогруза и угон из Mission Row. Ну а на следующей неделе у нас будет угон из казино, опять же, угон с подлодки и угон из Mission Row. То есть, новые ограбления с капельной подачей нам просто вот так вот раскидали понедельно. В дальнейшем они будут чередоваться между собой каждую неделю. Еще хочу сказать, что в будущем появится возможность оставить себе угнанный транспорт. Но когда это будет, к сожалению, пока что неизвестно. Ну а теперь мы с вами переходим к скидочкам этой недели. Скидка в 40% у нас действует на Benefactor Strater, Lampadati Pigail, Ocelot Ardent и Vapitriata. И скидка в 30% у нас действует на Obani VCTR, Bookingham Alpha Z1 и Gallivanter Baller ST. Скидочки на самом деле на этой неделе не такие уж и плохие. Половину из этого транспорта можно протестить либо на тестовой трассе, либо у Симона. Жаль, конечно, что на недвижимой скидке не завезли, но возможно перед Новым Годом нам как раз таки их и завезут. Но я вам рекомендую что-нибудь на этой неделе по скидочкам себе выбрать. Далее мы с вами переходим к самому жирному контенту этой недели, а именно ивенты. Их тут прям хоть вот жопой жуй. Во-первых, на этой неделе появился весь рождественский контент, старый и новый. Это у нас снег, костюмы, маски и так далее. На этой неделе нам также разблокирует ивент по поиску Йейти, где нам нужно найти и победить этого же самого Йейти, чтобы получить новый костюм Йейти. Как много слова Йейти. Ну а сам костюм Белой Гориллы выглядит зачетно. Еще вдобавок нам разблокирует пепсикольный рождественский грузовик, который будет кататься по штату и сбрасывать подарки. Такие как закуски, патроны, деньги и опыт, а также рождественские свитеры. Причем они, кстати, эксклюзивные. Ну и, конечно же, старые ивенты. Это 25 снеговиков, чтобы получить костюм снеговика. Также ивент с хренчем, и если мы его победим, мы получим его костюм. Его, кстати, по-моему, в прошлом году не было. Вдобавок к этому, нам разблокировали ивент на Visa Plaza, чтобы получить пистолет VM-29. Новый режим Антураж праздничный ремикс. Завершите режим Антураж праздничный ремикс, чтобы получить раскраску для боевого пистолета. Продержитесь 5 матчей в режиме Антураж, чтобы получить раскраску для особого карабина. И одержите победу в матче режима Антураж, играя за Санту, чтобы получить раскраску для тяжелой снайперской винтовки. И по ивентам на этой неделе у нас всё, их прям реально дофига. И благодаря такой куче ивентов на этой неделе в GTA Online реально будет чем себя занять. Ну и так, по мелочи у нас есть ещё бонусы за вход в игру на этой неделе. За вход нам дадут пусковую установку для снежков, зелёную шляпу, рождественская ёлка, белую шляпу, рождественский, северный олень, карамельную трость и зелёную пивную шляпу, северный олень. Ну а за вход в игру на следующей бонусной неделе нам дадут новогодние шапки и очки. Ну а на этом всё, огромное тебе спасибо за просмотр. Если этот ролик для тебя был хоть как-то полезен и интересен, то поставь лайк и подпишись на канал. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать подобные ролики. Пиши в комментариях, как тебе эта бонусная неделя, мне будет интересно почитать, ведь все комментарии я читаю, на них же отвечаю. Все полезные ссылки ты как всегда можешь найти в описании, ну а с вами был Антромер, всем удачи и всем пока-пока. Но если ты как-то досмотрел до этого момента, то почему бы тебе не глянуть ещё вот эти вот ролики. Субтитры подогнал «Симон»